Я должен показать вам, ребята, кое-что. Это традиционная сладкая кукуруза. Вот что действительно дико в этом. Это не то, что мы привыкли называть нашими наследственными семенами. Это просто наша обычная сладкая кукуруза, которую вы покупаете с прилавка. А вот это гемо-кукуруза. Теперь мы выращиваем это как нашу кормовую культуру. Причина, по которой я хочу показать вам, это покажет вам две вещи. Это наследственная кукуруза. Теперь мы уже не пропалываем ее. Каждый год эта кукуруза всходила и росла очень хорошо. За последние 10 лет. Тоже семя. И я выращивал его снова и снова. И мы чередуем культуры. Но также вы посмотрите на подсолнухи. Как только вы посмотрите на них. Солнце. Я плохо вижу. Солнце в основном прямо здесь. И у них есть свои цветы, которые отвернулись от солнца. Это явно не то. Если вы посмотрите вниз на это, это наш сад. Мы выращиваем более акро просто садом. То, к чему я веду, что-то не так. Здесь есть две вещи. Количество алюминия в нашей почве сейчас в 5-10 раз выше, чем было. Даже в прошлом году. Позвольте мне показать вам еще кое-что. Теперь это сладкая кукуруза. Купил, как я сказал, из магазина. То есть это не наследственное семя. Это должно быть полностью натуральное семя. Не ГМО. Но я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Однако, эти наши огурцы, обычно этих огурцов у меня было так много, что мы, после того, как выставляли их на прилавок, мы бы их раздавали. А наша кукуруза, знаете, наследственная кукуруза, мы бы ее раздавали. Наш сад в этом году пострадал хуже всех. Это не из-за воды. Это некоторые из наших растений. Острый перец. Обычно эти растения... У меня было бы так много этих острых перцев, что ты не сможешь их все распродать. Я не смог бы. Я не смог бы их распродать всем, мы бы их просто раздавали. Надеюсь, в следующем году у нас будет лучший сад. У нас все еще есть достаточный, чтобы мы могли покрыть операционные расходы. У нас все еще есть наш прилавок с овощами, просто он больше не процветает, как обычно. Мы позволили сорнякам снова разрастись и захватить часть садов, потому что мы не получали от них той же урожайности. Мы собираемся заготовить достаточно для нашей семьи, но что касается возможности обеспечить других, это не будет таким же выгодным для нас, чтобы иметь возможность это сделать. Хорошего всем дня!